Давай, 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 загоняй! Давай, бей, 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 бей! Екатерина Искакова не пропускает ни одной игры. У женщины три сына. Все учатся в 55-й школе и занимаются футболом. С годами спортивная площадка устарела. Благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» ее сменило новое поле с искусственным газоном. Ой, ну мы очень рады. Мы очень, во-первых, ждали эту площадку. У нас здесь было просто поле, вот земля землей. Дети уходят играть, им негде было играть. Они приходят всегда все грязные. Но это вот прям вот построили, это вот наша прям вот радость, наверное, и гордость Сухой Самарки. Наша спортивная площадка всегда была центром притяжения для ребят нашего поселка Сухая Самарка. Но она была морально устаревшая и физически изношенная. Здесь не было никакого современного оборудования. Было оборудование 67-го года. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появился в Куйбышевском районе Самары на территории 55-й школы. Это первый подобный спортивный объект в регионе. Пользоваться комплексом можно круглый год. Он многофункциональный. Здесь можно одновременно заниматься разными видами спорта. Предусмотрены яма для прыжков в длину и тренажеры, площадка для игры в футбол и баскетбол. Понимаем, что это пилотная история сегодня. Она достаточно хорошо реализована. Радует то, что колоссальный потенциал и большое насыщение разнообразных направлений в видах спорта. Инициатива построить спортивный объект принадлежит Александру Хинштейну. Депутаты попросили об этом жители Куйбышевского района. Факот, он как конструктор, он может себя в зависимости от специфики региона, от особенностей тех или иных видов спорта, где он больше развит, включать в себя, соответственно, те или иные дополнительные опции. Этот факот уникален тем, что пользоваться им смогут не только ученики школы, на территории которой он находится. Сюда сможет прийти любой желающий заниматься спортом со всего Куйбышевского района. Поэтому наряду со спортивными площадками для них предусмотрели раздевалки. В которых есть все необходимое – вешалки, скамейки и даже отопление. В этом году в Самарской области построили 24 открытые спортивные площадки. В планах на 21-й возвести как минимум два физкультурно-оздоровительных комплекса. Мэри Илчан, Василий Кладашов. События.